Продолжаем решать задачки по стереометрии. И сегодня будем искать угол между прямой и плоскостью. Итак, вот условия. Дана правильная треугольная призма, скрещивающаяся диагонали боковых граней перпендикулярны. Для начала докажем, то что сторона основания к высоте относится как корень из двух к единице. А затем будем искать угол между прямой BA1 и плоскостью BCC1. Поехали. Вот правильная треугольная призма. По поводу перпендикулярности двух вот этих диагоналей. Для начала нужно осуществить параллельный перенос, дабы увидеть вообще этот угол. Как это сделал я, вы легко можете видеть на рисунке. Угол альфа получается прямой. И давайте-ка попробуем найти BC2 по тереме Пифагора. Для этого введем переменные. Х пусть будет сторона основания, а у – высота. Обратите внимание, что отрезочек A1B на самом деле точно такой же, потому что он находится по тереме Пифагора через те же самые катеты. Хорошо. Теперь мы можем найти отрезок A1C2 из нашего желтого прямоугольного треугольника. Я запишу квадрат этой самой стороны. Обратите внимание, что это лишь один из способов. Можно было бы выразить эту сторону через треугольник A1C1C2. У нас катет х, а другой катет 2у. Получается, что мы записали A1C2 двумя способами и можем проверять правые части полученной системы. В новом уравнении приведем подобные и найдем соотношение х, равный корню из 2у. В этот момент главное глаза открыть пошире и понять, что ровно это и просили доказать. Готово. Теперь попробуем найти угол между прямой и плоскостью. Я сделаю новый рисунок по масштабу непрежнего и обозначу все, что нужно. Смотрите, у нас есть прямая BA1, оранжевая, и есть желтенькая плоскость BCC1. Нам нужно найти угол между ними. А где он вообще? По определению, угол между прямой и плоскостью называется угол между прямой и ее ортогональной проекцией на эту плоскость. Осмыслив эту фразу как следует, вы поймете, зачем я ищу такую волшебную прямую A1H, которая перпендикулярна была бы двум пересекающимся прямым, лежащим в желтой плоскости. Прямая BB1 перпендикулярна вообще любой прямой, лежащей плоскости верхнего основания. Если бы мы еще добились перпендикулярности к B1C1, то было бы совсем хорошо, потому что по признаку 4P, а вы помните такой, у нас A1H перпендикулярно было бы вообще ко всей желтой плоскости. То есть BH в нашем случае было бы ортогональной проекцией. Получается, что угол HBA1, он и есть искомый, давайте назовем его альфа и попробуем найти. С учетом доказанного минуту назад соотношения, я взял боковое ребро за 2, а ребро основания за 2 корня из 2. Очень легко найдется BA1 и HA1 через эти числа. И эти числа, кстати, никак не влияют на углы. Вы могли бы взять переменные, могли бы взять и числа. Найдется отсюда и синус по определению, будет он корень из 2 на 2. А это значит, что наш ответ 45 градусов. Мои аплодисменты тем, кто оселил эту задачу. Вы молодцы!